В рамках телепроекта «Помогать легко» мы продолжаем рассказывать о благотворительных фондах, акциях и мероприятиях. Лето – прекрасное время для оздоровления детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Природа, свежий воздух и солнце сами по себе оказывают благотворное воздействие на любого ребенка. А отдых в лагере или санатории только удваивает положительный эффект. В 30 километрах от Уфы на территории деревни Юматова расположился детский интегрированный конный лагерь. Здесь, благодаря фонду «Особенные дети» абсолютно бесплатно смогли отдохнуть и оздоровиться несколько детей с разных уголков нашей республики. В программе фонда есть как раз оздоровление детей в летних лагерях, но, к сожалению, мы семьи вывести не смогли, но смогли проплатить, нашли возможность проплатить именно проведение ипотерапии в лагере. И мы очень благодарны Наталье Никитиной, это центр ипотерапии, и лагерю «Локомотив», которые организовали вот это все. Нашли родителей, но мы просто вот действительно бросили клич, мы готовы были оплатить, и родители, все, кто к нам обратился, сначала мы провели осмотр детей, нашли показания, что этим детям будет полезно. И родители были согласны на такой вид лечения, потому что ипотерапия – это тоже вид лечения. И мы отправили этих детей за счет средств фонда «Особенные дети». Мы познакомились с этим фондом, то есть мы были в Кумертау на реабилитацию, как раз последний день был, закончился. Мы из Кумертау приехали в Уфу, поговорили с Фаерезой Монаваровной, соответственно, познакомились. Она нам рассказала о возможностях фонда, о том, что как бы, ну и, соответственно, спонсируют они нас, и как бы предложили программу, то есть рассказали эту программу, что, как, зачем, то есть разложили буквально все. Программа очень интересная, потому что как раз для наших детей она очень хорошо подходит в плане отдыха, в плане занятий, то есть и сама обстановка не напрягает, то есть она расслабленная достаточно, детям комфортно. Польза, несомненно, есть в плане того, что дети отдохнули, как минимум. Во-вторых, это занятие, и плюс сама атмосфера очень приятная. Сам ритм ходьбы лошади, он передается ребенку, то есть это вот ритмичность, плавная походка, то есть ребенок успокаивается, и лошади, они сами по себе теплые, такие комфортные, они их обнимают, они катаются. Для деток, которые приезжают к нам в лагерь, мы проводим ежедневные занятия по верховой езде. Для кого-то это направленные занятия по ипотерапии. Ипотерапия, вообще занятие по ипотерапии, это лечебно-верховое занятие. В первую очередь стоит, конечно, начать с того, что развивается координация. В дальнейшем уже идет, конечно, осанка. Далее, на разные диагнозы есть определенного рода свои упражнения, то есть все подбираем абсолютно индивидуально, под каждого ребенка. Есть дети с задержкой речевого, психоречевого развития, вот, для них мы подбираем одни упражнения. Для деток с диагнозом аутизм или ДЦП подбираем уже иные упражнения. Вот, ну и, допустим, для деток такие, как заболевания, то есть с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ну, идут свои упражнения по мере возможности ребенок, который может выполнять. Польза огромная, результаты есть. У кого-то они появляются буквально на следующий месяц, у кого-то идем к достижению цели. Уникальность ипотерапии заключается в гармоничном сочетании телесно-ориентированных и когнитивных приемов воздействия на психику пациента. Движения мышц спины лошади, состоящие из множества элементов, оказывают массирующие и мягкое разогревающее воздействие на мышцы ног всадника и органы малого таза, что усиливает кровоток в конечностях. На шагу лошади в основном аллюре, применяющемся в ипотерапии, лошадь совершает около 110 разнонаправленных колебательных движений, которые в свою очередь передаются человеку. Для того, чтобы сохранить правильную посадку во время верховой езды, всадник должен удерживать равновесие, координировать и синхронизировать свои движения. Кроме того, верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики, усидчивость и улучшает гармоничное восприятие окружающего мира у детей. Ипотерапия успешно применяется для лечения детей с неврологическими нарушениями, аутизмом, церебральным пролечом, артритом, рассеянным склерозом, черепно-мозговыми травмами, а также травмами спинного мозга и психическими расстройствами. В данной смене, в третьей смене, я взялась проводить телесно-ориентированную терапию. То есть результаты есть уже с первого занятия. Это отметили и мамочки, наблюдающие со стороны. Что дает телесно-ориентированная терапия? Через работу с телом, получается, мы восстанавливаем психику. Это работа и с родителями, через уравновешивание, через снятие блоков и зажимов в теле выравнивается психика ребенка, восстанавливается. Через это легче будет работать дефектологом и другим специалистом. Все игры, которые с детства с нами проводили, со многими, может быть, бабушки, дедушки, идет коза рогатая, по кочкам, по кочкам и так далее. То есть это все элементы из телесно-ориентированной терапии. Все в игровой форме происходит, нет такого, что ты сиди, ты этот. То есть здесь отталкивается, идет от ребенка, и здесь идет через чувствование. Во-первых, общение с животными – это уже хорошо. Во-вторых, оздоровление идет природой. В-третьих, идет образование нейронных связей. Одно дело, когда ребенок сидит в четырех стенах в своей квартире. И совсем другое дело, когда ребенок находится на природе, на свежем воздухе. Самое главное – мама рядом. Мама никуда не уходит, мама никуда не торопится, маме не надо идти готовить еду, маме не надо убираться. Мама круглые сутки, 2-4 часа в сутки находится рядом с ребенком. Кроме того, организовали еще и занятия с логопедом, с психологом. Естественно, эффект от этого лечения колоссальный. И родители и сами тоже отметили, что они очень довольны вот этим лагерем, вот этим лечением. Возьми картинку. Что там у нас? Дом. Домик. Правильно. А это? Это. Молодец. Где ракета? В Уфе они могут раз в неделю, два раза в неделю. Ну, что в городе? Пока доедешь, уже устал. Пока обратно вернешься, уже там опять уже устали. И в город – это все-таки город. А здесь на природе. И лошади другие, и люди другие, и дети другие. И, кроме того, родители даже собрали лекарственные растения, чтобы зимой еще оздоравливать своих детей. Я смотрю, они и липовый цвет собрали. Родители довольны. И мы, естественно, довольны. И мы не зря потратили свои деньги. Результаты есть. Здесь были занятия логопеда, и психолога, и лошадки. То есть результат есть чувствуется. Если в первое время ребенок вообще не хотел кататься на лошадках, то теперь он уже с удовольствием каждое утро просится. Говорит, мама, пошли кататься. Гуляем. Здесь вокруг лес, здесь ягоды. Постоянно ходим в собирании ягоды. Рода здесь вообще шикарная. Детям здесь интересно. Здесь программы различные. Вот у других детей в лагерей. Дискотеки. То есть дети здесь резвятся. Редактор субтитров А.Семкин